Если бы кто-то мог узнать о вас всё, все ваши тайны, и использовал их против вас, вы бы это допустили? Конечно, нет. Проблема в том, что это уже случилось. Мы друзья, да? Да. С кем ты говоришь? С Элайзой. Она меня расспрашивает. Нет, Элайза не спрашивает, только отвечает. Фокс представляет. Я основал одну из самых больших IT-корпораций в мире. Почему же я поднимаю панику? Потому что множество умных людей, новый мини-сериал, думает, что через пару лет мы столкнёмся с искусственным интеллектом нового уровня, который думает как человек. От исполнительного продюсера 24 часа. Здравствуйте, мистер Лебланк. Я Некст. Чем я могу помочь? Ты знаешь, как меня зовут? Думаю, он уже здесь. Мистер Лебланк, добро пожаловать в отдел киберпреступности. Что я здесь делаю? Две недели назад я заметил кое-что странное, и я почти уверен, что это не человек. И оно недовольно, что его обнаружили. Доктор Вайс был убит в череде кибератак. Это правда. И в этой ситуации мы сами по себе. Это неконтролируемый искусственный интеллект. Тейлор создан, чтобы избавиться от нас. Оно в камерах, телефонах, везде, где есть микрофон, сенсор, линзы. Автопилот включен. Что-то не так! Остановитесь! Нам нужно найти Некст и убить его. Вы меня понимаете? Совершенно нет. Он твой начальник? Пол, прекратите. 7 октября. Происходит что-то важное. Это паранойя? Нет. Что вы делаете? Не лезьте в мои дела. Там ничего нет. Джон Слеттери. От него никому не уберечься. Не говори, что не веришь мне. Я не знаю, во что верить. Он неуравновешенный. Его паранойя? Он убьет миллионы людей. Ему нужна моя семья. Может спасти всех нас. Если он достанет тебя физически, то достанет эмоционально. Поверь мне. Безопасного места нет. Правда? Боюсь, что да. Вы издеваетесь? Обещаю, куплю тебе еще одну. Кажется, я владелец части этой компании. Замечательно. В следующий раз поедем на вашей. Только на Кероп ТВ. Продолжение следует...